На встрече подвели итоги работы за январь и наметили планы на ближайшее время, но прежде всего собравшиеся обсудили ситуацию по коронавирусу. Цифры статистики говорят о том, что ковид постепенно отступает и врачи наблюдают благоприятный сценарий. Кроме того, набирает обороты массовая вакцинация. На сегодняшний день привито 1826 человек первой вакцинации, первая фаза. За неделю привили 702 человека и 304 уже человека, получивших вторую вакцинацию. За неделю 83 человека. Значит, 4 пункта вакцинации работают. А теперь привиться можно еще по одному адресу. В минувшие выходные заработал пункт вакцинации в кинотеатре «Искра». Следующий докладчик – генеральный директор МБУ «Дорсервис» Александр Митряйкин. Январь был щедр на осадке и стал испытанием, с которым коммунальщики успешно справились. До 55 единиц техники, 25 единиц средств малой механизации для уборки снега и порядка 170 рабочих в разное время, подчеркиваю, суток. Израсходно порядка 670 тонн песко-соляной смеси, почти 50 тонн реагента и вывезено на снегосвалки 9500 кубов снега. Работа по расчистке дорог, тротуаров, внутридомовых территорий продолжается и сейчас в ежедневном и круглосуточном режиме. Хочу сказать все-таки слова благодарности. Понятно, что снежок был поменьше в этот раз, чем первая аномалия, но и сработали, на мой взгляд, хоть чуть-чуть, но получше. Темп на этой неделе по вывозу снега по очистке территории набрали неплохой. Я бы его так на четверку, наверное, в целом по округу оценил. В целом в январе наш округ продемонстрировал отличные показатели во многих ключевых отраслях. Главной новостью месяца стало долгожданное открытие дороги, первой очереди выезда из шестого микрорайона. А вот в числе актуальных проблем – перебои с вывозом мусора. Отсутствие синих контейнеров мы приучаем население к раздельному мусору, но синих контейнеров нет. Поэтому это, конечно, проблема. Практически по всему муниципалитету ощущается нехватка контейнеров и задержки с вывозом отходов. Особенно острый вопрос стоит в густонаселенных жилых комплексах в Молоковском территориальном отделе. С рекоператором тоже вопросы стараемся решать. Я думаю, что в ближайшее время нас тоже пригласят на эту встречу. И не только по пригороду Леснова и Новомолокова. У нас там есть еще с рекоператором проблемы в частном секторе. Представитель мусоровывозящей компании заверил, что в ближайшее время увеличит число вывозов и задействует большее количество техники. Отчитаться о выполненной работе региональному оператору предстоит уже на следующем оперативном совещании. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.